Как могло произойти такое предательство, отступление? Как могла произойти эта Гаванская Уния, а именно Гаванская Уния соглашается с католиками? Никак не иначе. Она могла произойти только в результате долгой, кропотливой работы. И часть этой работы была показана и обличена Ольгой Николаевной. Но есть другая сторона. Я уже 35 лет слуху в церкви, из них 30 лет священникам. И застал еще тех наших старых священников-исповедников, которые сидели за верой в лагерях, которые готовы были умереть за свою веру, но не отступить от чистоты ее догматов. Я вам скажу, что та церковь была совсем иначе, чем сегодняшняя. Там действительно во многих местах царила любовь братская, царила верность догматам, отсутствовала симония, которая сегодня просто поглотила нашу церковь. Особенно уже 9 лет назад, с момента воцеления патриарха Кирилла, симония просто захлестула нашу церковь. Все ставится за деньги. Все происходит в поставлении, передвижении на кафедры, на приходы, только за деньги. Только что прейскурант еще не висит у некоторых епископов перед дверью. Полная симония. Страшная бюрократизация церкви. Огромное количество документов, которые задавливают священников, которые вместо того, чтобы заниматься пастырской деятельностью, работой пасты, проповед Христа, должен записывать, заполнять огромное количество документов, отчетов, фотографировать, присылать адреса спонсоров, их электронные адреса, должен обязательно активных прихожан выявлять и посылать и записать адреса в епархию и так далее и тому подобное. Совершенно безумное действие. Да будет милость-то не ваша втайне, чтобы левая рука не знала, что делала вправо. Понимаете? Втайне. Ничего на вид. От сердца должны делать. Глагол Теста должна от сердца. Совершенно жуткая, недопустимая бюрократизация. Полное уничтожение соборности. Теперь приход, согласно новому уставу, который, кстати, и в МАЛТЗ даже не зарегистрирован в Министерстве юстиции. Продолжение следует.